Иисус, Иисус, о, как прекрасен Ты, Ты сделал прекрасным вмиг Все в жизни моей Бережно ты слегка Коснулся глаз моих И стала прекрасным вмиг Все в жизни моей Бережно, красиво Иисус красивый Иисус делает красивыми Субтитры создавал DimaTorzok Эту песню написала Жужа. Мы вспоминали её вчера или на днях воскресенья. И сегодня посвящается тёте Зенте. Есть в небе чудный сад, источник он любви. Поток живой реки, текущий в жизнь. В саду хозяин Бог и все цветы его. За каждым смотрит он и бережёт. У меня надежда есть быть цветком в саду. Под защитой Божьих глаз вечности живу. Я в руках Иисуса нахожусь. Здесь нет штормов и бурь. Здесь нет страдания. Великой радостью цветы полны. Благословением, благоуханием, Святым присутствием наполнят жизнь. У меня надежда есть быть цветком в саду. Под защитой Божьих глаз вечности живу. Я в руках Иисуса нахожусь. Я в руках Иисуса нахожусь. Я в руках Иисуса нахожусь. Спасибо, да. Я рад быть вместе даже вот таким образом и просто ободрять друг друга. Новая жизнь, которую дал нам Бог. Дальше не слышу. Она замечательная, она хорошая. У нее есть хорошее качество. И она вообще замечательная, отличная. Жизнь с меткой высшего стандарта. Это высший стандарт для мышления, высший стандарт для отношений. И некоторые верующие очень хорошо справляются с тем, чтобы держать этот стандарт высоко. И иметь хорошую репутацию. И мы можем сказать, что имеют хорошее свидетельство. Но у других верующих есть сложности с тем, чтобы содержать этот стандарт высоко. Что нам делать с этими людьми? Если мы верим в эволюцию и в гарвинизм, если мы верим в эволюцию и в гарвинизм, мы тогда просто должны от них избавиться. Мы сказали бы, что сильнейший выживет. Те, которые смогут соблюсти стандарт, они выживут. И те, которые стандарт не смогут держать, они не выживут. Мы не верим в гарвинизм, не верим в эволюцию. Потому что Библия дала нам новое отношение. Мы не соревнуемся друг с другом. Мы не накладываем друг на друга больше каких-то требований. Но мы заботимся друг о друге. В Римлянам 15 главе Павел говорит об этом, когда он говорит, что сильные должны заботиться о слабых. Он говорит, что те, кто сильные, они должны нести бремена слабых. И это очень важный принцип, подобный Христу. И чтобы понять этот принцип, мы должны подумать о 1 Царств, 30 глава. Там рассказывается история о Давиде. Это очень известная история, но это очень мощный принцип, который исходит оттуда. И так Давид, будучи руководителем, возвращается в лагерь, и вот весь лагерь разрушен. Он такой же слабый, как и все остальные. Он плачет так же, как и все. Но потом он ободряет себя в Господе, как руководитель. И с ним 600 человек. И он начинает гнаться за врагом с этими 600 людьми. Но потом 200 из них устают. Они просто не могут продолжать, они слишком слабые, чтобы идти дальше в погоне. И они остаются с провизией. Они хотели бы пойти и сражаться, но они обессилены. Но 400 они продолжают с Давидом, идут, вступают в сражение и побеждают. Господь возвращает им все награбленное. И некоторые из них по возвращению ведут себя достаточно надменно. Они сильные. Они правы. И они надменные. И они из-за этого говорят Давиду, что те, которые не пошли с нами до конца, они не должны получить никаких трофеев. Они могут просто вернуться к своей семье, к своим детям и женам. Да. Давид говорит, что нет, это неправильно. И он установил принципы с народом, что те, которые идут в сражение и те, которые остаются в сражении, все получают самую часть победы. И вот тут Давид устанавливает порядок, новый порядок. И те, которые идут в сражение, и те, которые остаются в стане, равно получают трофеи с войны. И мне очень нравится этот принцип. Я думаю, что он очень практичный был бы сегодня в церкви. Люди, которые хотели бы иметь высокий стандарт, но не могут его соблюсти. На них не накладываются никакие требования. Никакие обвинения или осуждения на них не накладываются. Но они приглашаемы, чтобы о них заботились те, которые более сильные. Когда Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я дам вам покой. И научитесь от меня. Ибо я смирен. Это удивительное учение, потому что это является для нас продолжающимся приглашением. Это не требование делать большее или осуждение, обвинение, но это любящее приглашение. Приди ко мне, приди ко мне. Это не требование быть лучше в системе дел, но это приглашение в завершенную работу. Это не обвинение в том, что кто-то недостаточно хорош или недостаточно силен. Но это приглашение быть покрытием любви, любовь, которая покрывает множество грехов. Это не напоминание о плохой истории, о плохих воспоминаниях, о падении какого-то человека. Но это приглашение в то, чтобы человек признал новизну жизни и ходил, Римлян в 6 главах, ходить в новизне жизни, обновленной жизни. Не какое-то странное отношение, которое дает человеку чувствовать себя всегда недостаточно способным, недостаточно хорошим, недостаточно достаточным. Но это ободрение быть установленным в Божьей вечной цели, Римлянам 8, 28 и 29. Когда Павел говорит о теле Христа, 1 Коринфянам 12 главе, В 22 стихе он говорит, что те члены, которые кажутся очень немощными и слабыми, на самом деле могут быть жизненно необходимыми, очень важными. Например, если мы чувствуем, что человек должен расти быстрее, что мы делаем? Накладываем ли мы больше давления, больше ожиданий, требований от человека? Или же позволяем Богу выработать больше терпения в нашей собственной жизни? Это хороший вопрос. Потому что когда мы говорим о слабости, мы можем говорить и подразумевать так много всего. Но на самом деле мы подразумеваем неспособность быть кем-то или чем-то. и неспособность соблюдать стандарт. Я уверен, что есть и было очень много верующих, которые оставляют общение, потому что чувствуют, что не могут соблюсти высокого стандарта. И в конце у нас остается группа сильных верующих. Является ли это победой или же это поражение? Я скорее бы сказал, что это поражение. Но если в конце у нас есть группа людей, которые все еще не могут быть плохими, некоторые не становились лучше, некоторые не изменяли в нашем плане или даже в Слове Бога. Я бы сказал, что это свидетельство Бога в нашем субботе. Но я бы сказал, что если в конце остается группа людей, в которой есть люди, которые не изменились, может быть, согласно нашему плану или даже согласно Слову Божьему, которые не стали лучше, скорее всего это свидетельство Божьего присутствия среди нас. Да, что у нас есть причина и вера приходить. Мы могли бы уже с легкостью себя осудить в том, почему мы не достойны. Почему мы до сих пор не дошли до того стандарта или уровня, которыми должны были быть, мы так давно верующие? И это замечательно быть слабым в руках Божьих. И это здорово быть слабым в теле Христа. И в действительности это является условием того, чтобы быть сильным. Как Павел сказал, когда я слаб, тогда я силен. Аминь, это то, чем я хотел бы поделиться с вами. Великолепно видеть и слышать. Это так здорово. Я попробовал на разных гаджетах. И каждый из них сказал, гаджеты. И каждый из них сказал, гаджеты. Я отказываюсь работать с тобой. Это то, что сказал Пастор Матти. Что Пастор Матти сказал. Мы иногда чувствуем себя слабыми. И мне нравится по этому поводу ссылка на книгу Деяний, на 13 главу, когда Варнава пришел в Антиохию. Это была обычная церковь. И там были и те, которые сильны в вере и очень слабые. Это как в семье. Один старше, другой младше, а третий вообще маленький, но думает, что он великий. В детском саду будут одергивать. А в Божьей семье будут наслаждаться, что мы все растем. Интересно, наша церковь в Баку была совсем новая. Мы были все малышами. И муж Божий, Пастор Матти, обучал нас. Там было и есть столько любви в этом обучении. И так замечательно было наблюдать за всеми овечками, которые подрастают. Кто-то остается на своем уровне. А некоторые вообще не росли. И очень интересно было также наблюдать за Пастором Матти. Он был всем доволен. А почему? Почему это было? Если мы возьмем нас самих, у нас удовольство заканчивается. У кого-то быстрее, у кого-то на долгое время, но не навсегда. Интересно, как Варнава, придя в церковь в Антиохе... Он увидел величайшее служение любви и благодати. И старшие служили младшим. Младшие не чувствовали себя теми, что кому-то чего-то не достает. Потому что в любви достает всем. Потому что в любви достает всем. А по мере того, как мы развиваемся... В Иисусе Христе... Я думаю, что развивается также и наш Ветхий Человек. Он пытается приспособиться к обстоятельствам и когда-то заявить о себе. Такое бывает. Иисус говорит в книге Откровения во второй главе о Ефесской церкви, которая была очень продвинута. Это же здорово знать доктрины. И различать, кто есть кто. И в этом перечисление вдруг Иисус говорит, но я нахожу, что у тебя есть недостаток. И возвращайся. Возвращайся в любовь. В первую. И возвращайся. Возвращайся в любовь. В первую. Это, знаете, хороший совет. И, знаете, это очень хороший совет. Для каждого из нас. Для каждого из нас. Потому что практически становясь серьезными мужами Божьими. Потому что, когда мы становимся серьезными мужами Божьими. Может быть, мы сами по себе уже. и тогда Иисус стоит в очереди а когда Иисус первый мы успокаиваемся мы опять как малыши а Варнава увидел такую любовь интересную он видел исполненность духом у одних и недостатки других но они развивались в любви но они развивались в любви в послании к Ефесянам в 4 главе 32 стихе есть очень интересное определение нашего статуса на каждый день это это прощайте как Иисус простил вас и это вы знаете возвращает нас к той мысли которая находится в колостянах во 2 главе в 6 стихе там говорится о том что мы вообще не растем там говорится о том что мы вообще не растем как он вам нужен был а нам он всем нужен был так и ходите чтобы он всегда вам нужен как он как он должен был как он как он как он как он как он да мы укореняемся мы возрастаем мы изобилуем так интересно что мы любим друг друга как малыши только Господь Иисус может справиться со всем этим нам нужно исполняться духом верить что он это сделает не допускать ни одной мысли что у него не получится так замечательно думать и о том что он никого не потеряет даже если мой брат или сестра что-то говорят неприятное даже если мой брат или сестра что-то говорят неприятное в Иисусе Христе я вижу благодать в Иисусе Христе я вижу благодать в Иисусе Христе я вижу благодать и он обязательно справится и с братом и с сестром мы наблюдаем за жизнью царя Давида И в первой книге царства он был преследуем Саулом. И так продолжалось до конца. Мне нравится вторая книга царств, первая глава. Это соответствует евреям одиннадцатой главе. В Иисусе Христе не запятнанно. Саул, о котором можно было бы сказать, обращаясь к Господу, ну да коль же, Господи? А Господь показывает Давиду, какой это Саул в нем. И вторая книга царств, первая глава, говорит о том, это песнь о том, как видит Господь этого Саула, который находится, ну будем говорить с ним. Нам нужно все время обучаться тому, чтобы прощать, прощать, прощать. И когда мы приходим в церковь, мы кормим и кормим и кормим. И пасту и самих себя, и любовью, и его благодатью. И тогда человек, который мучается из-за того, что у него он не соответствует стандарту. Он в таком собрании получает столько много любви. Может, и у него другая точка зрения. Но интересно, что Господь имеет открытую дверь к его сердцу. Самая удивительная книга, одна из удивительных книг в Библии, это Иоанн. Это удивительная работа Господа Бога с Иоанн. И когда он в Израиле и слышит призыв. И когда он на корабле в шторме. И когда он в бушующих волнах моря. И потом спасен в утробе рыбы. И когда его рыба, такого хорошего молитвенного воина, выплюнула на берег недалеко от Ниневии, за, по-моему, 100 километров. Иоанн все еще не был готов. И мы видим благодать Господа до самого последнего стиха книги Иоанн. Я нахожу, что одна из величайших глав для нашей жизни в Библии. Это 21 глава Евангелия от Иоанна. Там мы видим современного Иоанна. С которым разговаривает Господь Иисус. Это удивительные картинки жизни Церкви Благодательной. Если, допустим, у меня что-то, как у пастора, не получается. Вера в Благодатного Бога, что Он меня обязательно научит и успокоит, она продолжается при исполненности Духа. И уже тогда не столь напрягает, что кто-то не прощает. Мы уверены, что Господь обучает. У Него времени работы с людьми намного больше у нас. Он имеет много времени работать с людьми, чем мы. Как вы приняли, так и ходите. Господь всегда нужен. И будьте всегда готовы увидеть благодать. А для этого прощайте, как Иисус простил вас. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Аминь. Спасибо вам большое, пастор Владислав. Спасибо большое, пастор Владислав. Это невероятно было услышать вас. Мы давно вас не слышали. И замечательно, что вы можете сегодня быть здесь с нами на Зуме. Мы хотим открыть сейчас это время для дискуссий, вопросов, ответов, комментариев, свидетельств. Я думал о нескольких вещах, когда проповедовали пастор Мати и пастор Владислав. Я думал о том, как Библия это такая замечательная книга для неудачников. Потому что мы видим, как Господу иначе было бы явить свой характер, как не через неудачников. Через тех, кто думает, что они слабые, они не могут, у них ничего не получится или же в жизни они являются полными фиаско. Но Господь использует слабых людей. И это такая благодать для нас. Я думал о Гидеоне и о том, сколько раз он со мной. О том, как он думал, что у него не получится. Но какую победу через него дал Господь. Но Господь получил такую большую победу через него. Я вспоминал также песню, которую наш хор пел в Баку давно. И в принципе сейчас мы поем эту песню иногда. Там есть такая строчка, что в Царстве Божьем даже самых слабых жизнь нужна. Потому что именно слабые ищут Господа, надеются на Его, не на свою силу. Мне также понравилось в проповеди пастора Владислава. Вот эта фраза, что в детском саду будут отдергивать, но в Божьей семье будут ободрять кросту и будут ободрять в любви. Сколько принятий есть в церкви? Сколько любви есть в церкви? Я думал о такой вещи, что пастор Владислав сказал, нам нужно обучаться прощать, прощать и прощать. Я подумал, что без прощения я не могу стать сильным в прощении. Без прощения меня я не могу стать сильным в прощении. Без безусловной любви ко мне я не смогу стать сильным в безусловной любви. И это все передается не через правильную доктрину, но передается через жизнь Христа в теле Христа. И последнее, что я скажу, это то, что мне нравится думать о том, что пастор Мати сказал в самом конце своей проповеди, когда в церкви есть люди, которые, может быть, не изменились, он сказал, которые, может быть, не стали лучше, но это, скорее всего, знак Божьего присутствия. И помните, как в песне написано, кто это, кто вас спрашивает? Она расходит, опираясь на своего возлюбленного. Она не сама идет по себе, она опирается на него. Она полностью расслаблена в его любви, она полностью поддерживаема его любовью, она уверена в его любви. Ей не стыдно опираться на него в своей слабости, ей не стыдно быть с ним и понимая, что она слаба. Она не стыдно опираться на него, понимая, что она слаба, и она не стыдно опираться на него для поддержки. И разве это не то, как мы в присутствии Иисуса Христа? Мы знаем, что мы полностью возлюблены с ног до головы и приняты. И мы даже уже не помним о своей слабости. Мы говорим о том, каков он по отношению к нам. Но мы говорим о том, как он находится к нам. Аминь. Спасибо большое, пастор Мати и пастор Владислав. Это было большим бодрением услышать вас. Аминь. Спасибо большое, пастор Мати и пастор Владислав. Это было очень огромное блестение и желание слышать от вас. Хорошо, может быть, еще есть комментарии или вопросы, вы можете поднять вашу руку. Или же просто начать говорить. Я думаю, что это было очень прекрасно слышать от пастора Владислава. Здорово, пастор Владислава, видеть, как хорошо, что вы подключились. Я думал об этом старом принципе, что мы не можем любить, пока не позволим Богу любить нас. И мы не можем служить, пока мы не позволим Богу послужить нам. И мы не можем по-настоящему прощать, пока не позволим Богу простить нас первым. Бог продолжает нас поправлять, исправлять. И то, как Он это делает, это делает с любовью, с благодатью. Есть такой вопрос, что как мы можем помочь кому-то расти, вырасти. И принцип в том, что когда мы ходим во свете, мы приносим очень много убеждений в жизни друг друга. И в церкви есть так много убеждений и так много любви и проявления Божьего авторитета и власти, которая может помочь нам расти. Какое-то время назад я спросил на Grace Hour пастора Шаллера, когда мы перестаем служить кому-то. И это действительно был причем для меня, чтобы спросить. И, чтобы быть honest с вами, я просто был на телефон с человеком, с человеком, который действительно сделал так много ошибок, и у меня не смогли помочь, и я не смогу помочь, но я не смогу помочь, но я не смогу помочь. И у меня была причина реальная, почему я спрашивал этот вопрос, потому что я общался по телефону с человеком, который путал очень много вещей в своей жизни и добавил грех к греху, но все еще был голоден и нуждался в общении. И я понял, что почему бы нужно останавливать, служить этому человеку. And I could see myself in that place, and I could see myself in a place where I would go further away from God's plan, and I would be crying out for my brothers and sisters, kind of saying, please get me back, get me back, whatever it is, get me back. I'm kind of sliding away. Я мог себя представить на месте такого человека, который отпадает и уходит дальше и дальше от общения и от Бога, и кричит и взывает к своим братьям и сестрам, что верните меня, верните, я отпадаю. Yeah, and if I would hear to myself in that time another lecture and another condemnation, it would just push me further away. It would just accusation and, you know, blaming and anger maybe against me or something. It would just push me away further. И если бы я слышал осуждение, обвинение, может быть, гнев в свой адрес, критику, я это меня просто оттолкнуло бы еще дальше. Но любовь имела бы силу, и она побудила бы меня вернуться. И я пришел к такому выводу, что если только Бог категорически не скажет не общаться с человеком, который отпал, я буду продолжать Ему служить. And maybe this is also a specific place for a pastor, a pastoral ministry, like a pastor should not give up on people, should not, should not, really, should not give up. И это такое конкретное место для пастыра и служения пастырского, потому что пастор не должен, на самом деле, не должен сдаваться на людях. Аминь. 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 Спасибо за то, чем Вы сейчас поделились, это очень важно и очень ободряет. Да, и это очень нужно. Я помню, когда Вы много раз повторяли в течение этих собраний на Зуме, что мы должны быть сильны в прощении, в принятии, в любви. И иногда у людей в церкви может складываться впечатление, что пастыр, он всегда сильный. Что пастыр, он может все, он мистер фикс. И он никогда не сможет упасть и никогда не сможет ошибиться. Но он также нуждается в прощении, он нуждается в принятии, он нуждается в служении, он нуждается в любви. Да. Аминь. Хорошо, есть ли еще комментарии или вопрос? Хорошо, есть ли еще комментарии или вопрос? Хорошо, есть ли еще комментарии или вопрос? Прости меня, я человек. Я также думал о книге Пастыр Стивен, «Порбуй меня, я человек». И замечательное название этой книги, потому что мы нуждаемся в прощении очень часто. Мне нравится, пасыр Стивенс пишет, написал в той книге, что вот факт, что в Библии у нас есть такие истины, как милость, безусловная любовь, благодать. Доразумевает то, что мы способны упасть. Когда мы понимаем безусловность Божьей любви к нам, мы не боимся упасть. Мы понимаем, что мы всегда можем вернуться в любящие объятия Отца. И точно так же, как блудный сын, когда он пришел домой к своему отцу, он не услышал никакого упрека, его ждал богатый прием. И там не было никакого упрека, там было безусловное принятие. И так замечательно, что у нас друг с другом есть такие взаимоотношения. И это тот стандарт жизни, который Бог нам дал. Это стандарт прощения, стандарт любви, стандарт принятия. Слава Богу, мне хотелось бы поделиться здесь немного тем, что произошло сегодня. Я ехал в такси и необыкновенно молчал, просто думал о своем радостном. Хорошо все было. И внутри что-то меня все время подталкивало. Ну че молчишь, че молчишь? Давай, рассказывай. Такая интересная ситуация, я так подумал, а че кто-то меня осуждает? И там была такая интересная ситуация, я подумал, ну кто меня поднимает? Кто меня поднимает? Да мне сейчас Дух Святой так кого скажет. Тогда я просто буду переполненный, чтобы рассказать Евангелие. И тут слева нашу машину обгоняет другой автомобиль. И подрезает нас, прямо, ну так, очень резко зашел на нашу сторону, водитель успел затормозить. Я так обрадовался. Я так радовался. Потому что как раз замечательный случай, чтобы поделиться теперь с водителем. Я говорю, представляете, утром выходим из дома, столько много планов. И я говорю ему, imagine, в the morning we get out of the house, and we have so many plans. А потом сюрпризы начинаются. И планы могут быть разрушены. Я ему сказал, что есть нерушимые планы. И он через некоторое время уже и помолился такой радостный. Так интересно, мы не осуждаем себя. Это интересно, мы не осуждаем себя. А мы просто наслаждаемся в духе, и в определенное время произойдет нечто. Мы не в пустоте йоги живем. Мы можем всегда размышлять о Нем. Мы можем всегда медитировать о Нем. Потому что окружающая действительность, она просто мощно свидетельствует о Творце. И мы можем молиться, благодарить. И когда мы это делаем, то у нас такая благодарность Господу. И потому что у нас есть эта благодарность, мы хотим поделиться с другими. И потому что у нас есть эта благодарность, мы хотим поделиться с другими. Как, например, где-то в Казахстане я вышел на перрон и стоял молодой человек. Пошел, купил орешки, кулетик, пришел опять к нему. И наступило совместное поедание орешков. Он с удовольствием их ел, рассказал такую чудесную историю в своей жизни. И как он ел их, он рассказал такую чудесную историю в своей жизни. Мы так хорошо поговорили. Мы так хорошо поговорили. Так хорошо. Удивительно. Я думаю, что исполненность Духом – это одно из самых главных, и начал, и продолжение повседневной жизни. Я думаю, что быть вовлённым Духом – это самый важный началь и продолжение в своей жизни. Кто-то там, внутри меня говорил, ну что сидишь, что сидишь? А Дух Святой сказал, ну ладно. А Дух Святой сказал, ну ладно. Мне так нравится смотреть на вас, это чудо просто. Елко Благодати и Любви. И за каждым из вас стоит эта удивительная песня его личной, любви к вам. Аминь. Ещё одна вещь. Одна вещь. Как-то собрание закончилось, перерыв идёт, ко мне подходит один молодой человек, первый раз пришёл, он из Лаос был. И он говорит, я Моан из Лаоса и я верю в Иисус Христа. И он говорит, что я Моан из Лаоса и я верю в Иисус Христа. Так я был рад услышать это. И можно дальше и не расспрашивать, а что там или и так далее. Это брат. Он попадает через некоторое время в тяжёлую ситуацию, потому что стало разваливаться в Советском Союзе всё. И Господь так замечательно всё для него сделал. Его в Москве разместили в офисе, и он стал жить. Потому что самолёты не ходили. Потому что самолёты не ходили. И он изжил там, по-моему, месяца или полтора. Такие сюрпризы были от его пребывания там. Он был такой сюрпризы от того, чтобы быть там. Это всегда так замечательно. Это целая история очень интересного действия Духа. И это замечательная история, всегда очень интересная. От Всего Христа, действия, действия. От Всего Христа, действия, 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 действия. От Всего Христа, действия, действия. Слава Богу! Я 즐겁ен быть с тобой. Мне очень понравилось и очень нравится, я знаю, что многие из вас присутствуют на этих сессиях по книге «Деянин» Пастора Шаллера и в прошлый четверг. И в прошлый четверг он сказал феноменальную вещь, когда появились разногласия в церкви в Антиохе из-за того, что иудаистующие христиане пришли. И Пастор Шаллер так замечательно вскрыл эту проблему, которая была у бедных иудаистов. Он открыл двенадцатую главу книгу «Исход», и читал, думая о них, о том, как нужно было обязательно соблюдать законы и все признаки закона. И, конечно же, они не могли переступить и пытались других тоже обучать по-своему. Понять надо. Понять нужно. Но мы можем поделиться только лишь в Духе Святом, как это произошло в десятой главе «Деяния» с Петром. Петр же тоже, наверное, никуда бы не пошел, ни к Корнилию, ни к кому больше. Как Бог работал над ним, правда? И в пятнадцатой главе «Деяния» Петр вспоминает об этом. И фарисейская секта внутри Церкви в Иерусалиме замолчала. Некоторые вопросы, которые возникают, я думаю, что их можно решать и разбираться в узком кругу. Потому что непонимание есть. Мы все из разных ситуаций пришли. Например, кто-то во время коронавируса скажет, а где же ваша вера? А некоторые придут с такой начинающей верой. Ну и что мы здесь? Забеги по вере будем делать? Или же будем заботиться друг о друге? Главная часть нашего времени должна быть абсолютно посвящена Христу. Когда-то Пастор Матти сказал в Баку, что Христа должно быть очень и очень много. И тогда наши мысли будут совершенно другие. И тогда наши мысли будут совершенно другие. Есть место спорам. Но мы с вами созидаем удивительное Божье Царство Христом. И с большим тактом и терпением говорим. Мы поговорим вместе. Обсудим этот вопрос. Но сейчас мы хотим узнать о Христе еще больше. Но сейчас мы хотим узнать о Христе еще больше. Это был интересный комментарий Пастора Шаллера на споры в церквах. Есть интересный комментарий Пастор Шаллера на споры в церквах. Спасибо большое, Пастор Матти. за Ваше Слово. И мы хотим сейчас завершить. Спасибо всем, кто смогли сегодня быть с нами. Марина Масленникова. Мы ждем вас снова. И будем рады услышать, если вы победете в пении. Марина Масленникова. Марина, мы ждем вас снова. И мы счастливы, если вы можете нас в пише. Слава Богу. Хорошо, давайте помолимся. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы благодарим тебя за это явление любви и благодати, которое было этим вечером. Спасибо, Господи, за то, что ты поместил нас в атмосферу любви, в атмосферу принятия, в атмосферу прощения, в атмосферу благодати. Господь, благодарим тебя за то, что у нас есть такая уверенность из-за твоего отношения к нам. Спасибо, Господь, за всех тех, кто сегодня здесь с нами, за всех тех, кто был сегодня здесь на Zoom. Благослови нас, Господь, сейчас и отпусти нас с миром. Благослови нас, Господь, сейчас и отпусти нас с миром. Во имя Иисуса Христа мы молимся. В Иисуса Христа мы молимся. Аминь. 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 С Господом. Благословений. Спасибо. God bless you. Спасибо. Bye. Что по klein always care? К cinга. Кторая славаускания. Как много.